Destiny 3 Крайне хайповый заголовок, верно? Destiny 3 это либо какой-то мифический зверь, которого одни хотят скорее поймать и забыть обо всех проблемах, с которыми сталкивалась Destiny 1 и Destiny 2, либо еще один повод поныть о том, что это просто очередная глава с теми же проблемами, но по новой цене. В этом видео я предлагаю порассуждать о третьей части, точнее, обсудить почему все больше признаков того, что ее не будет. Что мы от этого теряем, а что наоборот хорошего из этого могут извлечь игроки. Я рад видеть тебя на канале Triple Vibe, меня зовут Джонни Лейни, давай начнем. Я решил поговорить с вами на эту тему сейчас, потому что вопрос о том, жду ли я лично Destiny 3, что я об этом думаю и так далее, стал повторяться слишком часто. В комментариях я чаще вижу высказывания в духе, ну, очевидно, они просто уже делают третью часть, отсюда и все беды во второй, они забили на нее. Мне есть что ответить на это, и я решил ответить всем разом. Откуда все эти вообще разговоры о Destiny 3 идут? Несколько лет назад, когда Destiny 2 только вышла, большинство игроков, которые пришли в нее из первой части, как-то негласно сошлись на том, что Destiny живет 3 года. Каламбурда. Основанием этого послужил некогда опубликованный Bungie план, согласно которому франшиза Destiny должна была просуществовать с активной поддержкой в течение 10 лет с релиза первой части. И поскольку именно первая часть прожила ровно 3 года, Rise of Iron стала последним дополнением для оригинала, а затем в 2017 вышла Destiny 2, все и предположили, что третий год для игр серии Destiny последний перед новой частью. Однако именно сейчас Destiny 2 и доживает свой третий год, а в сентябре 2020 года начнется отчет четвертого, но анонса триквела нет. Зато есть намеки, утечки, фейковые вбросы и официальные заявления студии, из которых можно сделать вывод о том, что Destiny 3 не выйдет в 2020 году. Не выйдет в 2021 и возможно не выйдет вообще. Тут еще небольшая пауза. Я отдельно обращаю внимание на то, что в этом ролике я укажу вам на несколько источников, процитирую слова разработчиков и инсайдеров, но при этом вывод о том, что Destiny 3 не будет, верен лишь на 90%. Всегда может все измениться, всегда я, как и другие контент-мейкеры, можем ошибаться, но все же, на данный отрезок времени, из того, что известно публично и из того, что я могу обсуждать с вами, складывается четкое представление о том, что Destiny 3 отменена в пользу развития Destiny 2 как полноценного сервиса. Итак, к фактам. Спрашивал ли кто-нибудь публично в разговоре с представителями студии о том, выйдет ли Destiny 3? Да. И спрашивали не у кого-нибудь, а у руководителя комьюнити-отдела Дэвида Дага, которого мы лучше знаем как Диджа. В конце 2019 года Дидж давал интервью изданию PC Games N, и там прозвучал вопрос, как долго Банжи планирует продолжать поддерживать и развивать Destiny 2, прежде чем переключиться на продолжение серии и представить публике третью часть. У меня нет никаких хороших анонсов о следующих смелых шагах в развитии франшизы. Сейчас наше внимание сосредоточено на том, чтобы работать над новыми сезонами на следующий год, дать им одну связанную сюжетную линию, которая увлечет игроков. Но я понимаю ваш вопрос, и он безусловно интересный, и мы готовим много классных вещей для вас. Но скажем мы об этом чуть позже. Я боюсь, что этого придется подождать немного дольше. Когда это интервью было опубликовано, многие сделали вывод из этих слов о том, что какая-то часть студии уже трудится на Destiny 3. Но поскольку игра находится на раннем этапе создания, ее анонс решили придержать. Это укладывается в понятную логику, и на этом многие бы и остановились, но... Все заявления студии, кроме этого интервью, все чаще указывали и продолжают указывать на то, что Destiny 3 может вовсе не быть. Например, Пит Парсонс, генеральный директор студии Банжи, сделал куда более громкое заявление в интервью для IGN. В нем Пит сказал, что уход от Activision хоть и может расцениваться как большой стресс, однако для студии он в действительности стал светлым пятном, благодаря которому Банжи уже работают над несколькими важными проектами. Наша долгосрочная цель к 2025 году стать одной из лучших компаний в индустрии развлечений, занимающиеся играми-сервисами. Нам нужно поработать над издательской группой, поскольку в наши планы входит создание и работа над несколькими франшизами. Эта реплика может свидетельствовать о том, что уже до 2025 года студия Банжи запустит на рынке новый проект, который концептуально будет похож на Destiny, это будет тоже игрой с сервисом, но это будет не продолжение Destiny. На данный момент известно только одно зарегистрированное студии имя – Matter. Банжи даже публиковали логотип нового IP, также о его разработке еще в июне 2019 года писал бывший редактор Kotaku Джейсон Шрайер, однако известно об игре – вообще ничего. Так что исходя только из одного интервью главы студии, можно делать вывод, что на сегодняшний день ведется разработка как минимум еще одной новой игры, которая не имеет отношения к Destiny. Но при этом студия по-прежнему планирует на одинаково высоком уровне поддерживать и свои старые, и новые франшизы. Амбициозные заявления о том, что Банжи планирует стать одной из лучших студий в индустрии развлечений, ошеломляют. Но для инвесторов все это не пустой звук. Какие еще намеки мы можем найти? Ну, вообще далеко ходить не нужно. Буквально на днях, в последнем выпуске статьи на этой неделе в Банжи, слово взял геймдиректор Destiny 2, Люк Смит. Он говорил о текущих проблемах с наградами и донатными товарами, и среди всех пунктов, он вскользь коснулся того, как далеко идут планы по развитию контента во второй части. Вот в этой цитате мы будем добавлять новые сеты вроде этого каждый год, то есть в четвертом году, в пятом, в шестом и так далее. В сентябре 2020 года, как я уже сказал, стартует четвертый год, а тут напрямую идет речь о пятом и шестом, то есть как минимум до 2022 года. Добавление новых сетов в первую часть игры прервалось ровно с последним дополнением Rise of Iron, так что очевидно тут не идет речь о том, что Destiny 2 может продолжать получать развитие, несмотря на предполагаемый выход третьей части. Соответственно, это самое прямое указание на то, что в ближайшие пару лет мы не увидим Destiny 3. Думаю, что уже этих примеров достаточно для того, чтобы понять основной посыл. Теперь давайте обсуждать, что это все для нас значит, как для игроков, плюсы и минусы подводной камни. Во-первых, переход из Destiny 1 в Destiny 2 отчасти был обусловлен сменой платформ. Дело в том, что первая часть выходила на старых консолях, PlayStation 3 и Xbox 360. Разумеется, железо у них было довольно слабое для столь масштабных игр, а потому уже третье дополнение, тот самый Rise of Iron, не вышло на пастген консолях и было эксклюзивом для PS4 и Xbox One. Но вторая часть зашла на еще одну платформу для серии, на ПК, так что сиквел отчасти был вынужденной мерой. И все эти шутки про реюз и продажу одних и тех же пушек во второй раз, это вполне предсказуемый в подобных решениях риск. Однако вот в чем загвоздка. Destiny 2 выйдет на консолях следующего поколения, на PS5 и Xbox Series S. Об этом Bungie заявили в своем официальном твиттере 7 мая, в ответ аккаунту Xbox. Студия не поделилась никакими подробностями, например о том, будут ли новые консоли поддерживать кросс-сейв, и будет ли игра доступна на релизе платформы или выйдет чуть позже. Но Bungie пообещали рассказать все подробно в скором времени. Также нас беспокоит то, как долго игра сможет расти, ведь нельзя же допустить, чтобы игра весила с каждым годом больше на 100 гигабайт с каждым аддоном. На этот вопрос Bungie тоже отвечали и даже не раз. Впервые об этом заговорил Люк Смит в своем цикле блога Director's Cut. Он заявлял, что игра не может расти бесконечно, и потому часть контента будет удаляться. Какая именно, Люк заверил, что эти решения будут приниматься очень внимательно и осторожно, но в качестве примера намекнул, что один из режимов Гамбита точно уйдет под нож, в то время как другой будут тщательнее дорабатывать. Кроме статьи Смита об ограниченном росте игры говорил и Марк Ноузворти, менеджер Destiny 2, в интервью изданию Polygon перед релизом Обители Теней. Тогда он сказал, что Обитель будет чуть больше, чем Rise of Iron, но каждое следующее дополнение будет меньше, чем, например, Отвергнутые. Так что сейчас разработчикам приходится планировать, какой контент они будут добавлять в игру. Destiny 2 огромная игра, и не только в смысле масштаба и множества составляющих, но и в плане места, которое наша игра занимает на жестких дисках пользователей. Мы просто не можем дополнять игру до бесконечности. Можно с уверенностью говорить, что продолжая поддерживать модель сезонов в Destiny 2, банджи как раз и идут на компромисс с тем, чтобы очень небольшими порциями давать контент, который не слишком-то нагрузит систему и хранилище игровых платформ. Тем более, что часть сезонного контента по их окончанию из игры вырезается. Что, кстати, очень интересно в свете недавних заявлений студии о том, что сезонный контент не будет больше вырезаться из игры с истечением времени. Значит ли это, что контента в сезонах станет ещё меньше? Или что он станет ниже по качеству? Или же разработчики решили, что свободное пространство на диске пользователей резиновое? Очень сложный с технической точки зрения вопрос. Было бы интересно вникнуть в эту тему. Тем более, в том же интервью для полигона Марк подтвердил, что в Destiny 2 могут появиться и другие планеты из первой части. Это же, напомню, касается и любого другого контента из оригинальной игры. На релизе отвергнутых на нашем канале выходило небольшое специальное интервью с разработчиками, где мы как раз спрашивали, есть ли какие-то ограничения по переносу. Ограничений нет, сказали нам тогда. Однако из-за технических возможностей разрабы никак не смогут перенести в сиквел все локации из оригинальной игры. И это даже хорошо, на мой взгляд. Большинство комментариев или якобы сливов сводится к тому, что новая часть Destiny приносит нам новые локации, новые сап-классы или даже классы персонажей, новые типы оружия и режимы. Но правда в том, что для всего этого не нужна новая игра. Нельзя вкладываться в создание новой большой игры просто потому, что твоя прежняя игра стала отнимать слишком много гигабайт. Нужно отсеять лишнее. Можно разрешить пирамидам разнести пару планет, прежде чем мы их остановим. Или взбесить Левиафан, чтобы он сожрал еще парочку. Снова отнять у нас свет и вернуть его с новыми подклассами. Это массивные перезапуски внутри уже существующего мира игры. Для этого не нужны столь огромные ресурсы, которые обычно бросаются на создание новой игры. Destiny 2 нужно развивать. Над ней нужно работать, поскольку целью Банджи является позиция лидера в индустрии развлечений. У студии есть убойный продукт с невероятно преданной армией фанатов. Есть огромные ресурсы и на нее работают лучшие художники, авторы и разработчики. Так что да, пожалуй, что я не жду Destiny 3. Я хочу, чтобы Destiny 2 стала только сильнее. И да, это еще одно новое сходство с World of Warcraft. Это я еще не стал поднимать вопрос модели распространения. Destiny 2 окупалась в платный период, потом ушла во фри-ту-плей, а гипотетическая третья часть сразу была бы бесплатной. Какой бы уровень внутриигровых транзакций в ней бы тогда был. Не хочу даже об этом думать. Но прежде чем мы закончим, есть одна причина, по которой я бы хотел Destiny 3. Ну или мог бы понять, зачем она вышла. Смена движка. Я читал множество историй о жалобах на код Destiny. От людей, кто разбирается в этом, кто видел код Банджи. Да и сами разработчики объясняли, что вся их база написана таким образом, что порой даже самое незначительное исправление или введение самого мелкого фикса может занять до недели. Если я ничего не путаю, это было еще во времена первой части. С сиквелом история, как мы видим, не сильно изменилась. Вы знаете о проблемах с нет-кодом, с безопасностью и участившимися багами. И на мой взгляд, если перенос игры на новый код и выпуск ее под цифрой 3 помог бы избавиться от этих проблем хотя бы на 70%, я бы был этому только рад. Повторюсь, все вышесказанное является личным выводом из анализа статей, интервью и заявлений студии. Возможно, через месяц в Банджи дадут анонс третьей части на 2021 год, как знать. Пишите, что вы думаете, нужна ли третья часть, если да, то почему. Напишите, ждете ли вы ее, а я на этом прощаюсь. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok